Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 75-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке, наверное, один из самых востребованных виджетов – это, если сказать по-русски, отложенная загрузка изображений. Смотрите, я обновляю страницу, и изображения плавно появляются. Они сейчас появляются по-разному, одно быстрее, другое медленнее. Это я специально так сделал. В чём смысл? Если у вас сайт очень большой, конечно же, если лендинг у вас небольшой, то, думаю, вы обойдёте без этого виджета. Но если лендинг очень большой, и вы хотите, чтобы он очень быстро открывался у конечного пользователя, то вам этот виджет просто необходим. Здесь смысл в чём? Оно плавно появляется сейчас, потому что оно перед нами. Если все изображения, например, будут за пределами первого экрана, то есть, значит, если я ползунком буду прокручивать, и с каждым прокручиванием сайта вниз изображения будут появляться только тогда, когда они будут видимы, то есть перед глазами у пользователя. Получается, когда сайт подгрузился, весь, все-все картиночки, которые будут не в первом экране, они не будут подгружены. Это значит, что сайт будет открываться молниеносно. Давайте перейдём в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как вы виджет перенесли на холст, вы открываете его, и первое, что вы делаете, вы загружаете изображение. Далее изображение вы можете размером управлять, двигая за маркирочки. И нам, в принципе, уже ничего не нужно настраивать, у нас уже всё работает. Вы видели, оно плавно подгрузилось. Но если же вам всё-таки нужно как-то его поднастроить, то смотрим настройки. Первое. ClassName. Сейчас я объясню, что это за ClassName. Мы его вообще не трогаем. Мы здесь меняем только тогда, если мы у конкретного изображения хотим изменить настройки, которые расположены ниже. То есть, если я, например, буду менять, вот у меня много изображений, одни и те же настройки, если я буду менять, то, скорее всего, это повлияет на все изображения. А если нужно только у какого-то конкретного изображения изменить настройки, да, то мы вот здесь прописываем, например, Lazy и подставляем 2. Это, к примеру, или любое другое ваше значение. Вот эта опция. Установите пороговое значение. Оставляем без изменения. Вот эта опция, это как бы в миллисекундах, то есть, как появляться изображению, когда, через сколько. То есть, как я уже сказал, вы можете как бы здесь ничего больше не трогать. Здесь и так все нормально работает. Единственное, я здесь немножко хочу кое-что уточнить. Например, я дублирую виджет. Сюда мы подгружаем второе изображение. Может быть, вас не устраивает эта быстрая загрузка. Вы хотите, наоборот, делать ее еще быстрее. Или же вы хотите сделать ее еще медленнее. Вот, смотрите, сейчас разницу вам покажу. Вот я хочу это сделать изменить только для этого изображения. Так как и в этом виджете, вот здесь у нас Lazy одинаковые. Класс. Мы вот здесь подписываем класс Lazy 2. И Enter. И, например, вот это в миллисекундах я увеличиваю. Ставлю не 1000, а 6000 миллисекунд. То есть, оно будет подгружаться уже гораздо дольше, чем вот это первое наше изображение. И смотрим в браузере. Вот вы видите, второе изображение, оно долго-долго подгружается. Здесь уже смотрите, как вам больше нравится, как вам лучше подходит. Ну, как я уже сказал, здесь оно и так плавно подгружается. Настраивать здесь ничего не требуется. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok